Гармония звуков Руководит оркестром Самарского музучилища Евгений Афанасьев. Говорит, чтобы коллектив превратился в единый музыкальный инструмент с огромным количеством возможностей, важно заинтересовать молодых исполнителей, влюбить в музыку. На занятиях музыканты, как и все счастливые люди, часов не наблюдают. Могут по полдня оттачивать пассаж за пассажем. Главная боль – это найти репертуар красивый, чтобы он оживел детей. Потому что дети в основном сейчас очень рациональные, компьютерные мозги у них идут, чтобы душа звучала. Нужно просто много усилий проложить, чтобы найти красивый материал. Ну и потом, я вообще по жизни не люблю оценки ставить вообще, хоть они студенты, учащиеся, просто все на интересе строятся. Парад оркестров проходит в регионе уже около 15 лет. С каждым годом, отмечают организаторы, исполнительское мастерство юных виртуозов растет, репертуар усложняется. На этот раз участие в музыкальном конкурсе приняли порядка 60 коллективов. Показать умение владеть инструментом и мастерски извлекать звуки съехались оркестры музыкальных школ, училищ и домов культуры со всех уголков губернии. Оркестр – это всегда лицо школы или любого учреждения. И те директора, которые это прекрасно понимают, они уделяют очень большое внимание развитию оркестров. Не важно, мы сегодня слушали и духовые оркестры, струнные, народные оркестры. И не важно, какой это оркестр в каком жанре, важно, что этот оркестр есть. И вот то, что и сельские районы представлены, очень интересные, очень разнообразные. Это тоже достижение именно сегодняшнего такого отношения. Музыкальные коллективы всех мастей сражались за право называться лучшим оркестром Самарской области в три этапа. Первый парадный день прошел в Сызрани, второй – в Самаре. Завершился парад оркестров в Тольятти. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Увы.